Ярмарка это особый мир, будто караван остановился на площади Победы. Здесь товарно-денежные отношения приправлены казачьим хором и дымом мангала. 85 предприятий, товаропроизводителей, фермерских хозяйств, мастера декоративно-прикладного искусства представили свои товары на этом ярмарочном мероприятии. Урожай 2012 без посредников и переплат. Отличная погода добавила красок при таком изобилии. Как не пуститься в пляс? Ярмарка обалденная. Это все у нас творит потребительский рынок. Дай бог им здоровья. Вы посмотрите, сколько народа. А вы посмотрите, сколько продуктов. И все дешево. И все, мы наберемся на целый месяц, хватит нам продуктов. Вот такую я дыню купила за 50 рублей. Шесть арбузов и сейчас взяла шесть арбузов и не донесу. Сейчас носильщика буду нанимать. Очень хорошо, очень хорошо заботятся о людях. На ярмарке, посвященной 75-летию Ростовской области, можно было встретить как новичков, так и товаропроизводителей, заслуживших доверие горожан. Все эти люди стоят в очереди за продукцией Орловского молочного завода. Секрет успеха прост. Разнообразие, качество и цена. Мне кажется, что в этой части взаимоотношений наших и с производителями, и с потребителями, нашими жителями, нам удалось найти какую-то золотую середину. Не первый год администрация Волгодонска устраивает для горожан такой праздник изобилия. Конечно, до прославленной Гоголем Сорочинской ярмарки нам еще далеко, но если вспомнить, что Волгодонск стоит на великом шелковом пути, кто знает, какие караваны разобьют здесь свои шатры в будущем. Выезжающие находят все-таки в этом экономическую выгоду. Поэтому есть предложения в плане оснащения, придания какого-то более цивилизованного вида торговым нашим точкам. Поэтому будет продолжено, я уверен, что будет расширено взаимодействие с районами. Опыт в этой части у нас лучше, мне кажется. По оценкам уже не наших, а уже областных руководителей, что у нас эти мероприятия получаются лучше, чем в других городах. Валерий Ганиев, События.